А в сегодняшнем видео я поведаю вам крутейшую новость от проекта Mantle. Они наконец-таки объявили новость о том, что раздадут некий airdrop и сумма этого airdropа будет в 20 миллионов токенов Mantle, что практически 10 миллионов долларов по текущему курсу, ну там плюс-минус. Так что сегодня я вам в деталях поведаю эту огненную новость. Будет несколько сезонов, в которых будут распределяться эти награды. И если вы сделали что-то по проекту до этого, проходили тестнет, то, думаю, вы не останетесь в стороне, а будете хорошо вознаграждены. Так что начинаем сегодняшний разбор. А первым делом мы видим главную страницу Mantle. Есть у нас вкладка Journey и здесь мы имеем две вкладки. NFT whitelist, который мы можем открыть и посмотреть, который мы раньше уже отдавали информацию в своем телеграм-канале. Кто делал определенные действия, мог иметь уже whitelist на эту NFT. Вероятно, что она может быть ценной, когда дойдет время ее, собственно, возможность заклеймить. Я об этом дам знать. Но в процессе и в ходе сезона мы можем получать определенные вещи. Они тоже могут иметь хорошие ценности. Пока что об этом детальной информации нет. Клеймы недоступны. Но у нас есть другая вкладка, где, собственно, и будет проходить активность, за которую будет раздаваться airdrop. Это вкладка Journey. Открываем ее. И что мы сейчас видим? Mantle Journey. Сезон Alpha. И давайте прочитаем этот коротенький абзац. Получите уникальный профиль Mantle и отправляйтесь в собственное путешествие Mantle Journey. Открытую и справедливую программу лояльности, предназначенную для распределения вознаграждений между активными членами Mantle. Дальше давайте мы вернемся на инструкцию. И вот у нас говорится о 20 миллионах токенов Mantle, которые будут распределяться по некоторым сезонам. Этих сезонов будет несколько и проходить они будут несколько месяцев. Сейчас у нас идет вот этот некий предстарт, альфа сезон, в котором будет обтесываться вот эта вся структура. Будут дополняться какие-то новые правила, условия. И исходя из отзывов сообщества Mantle будет реагировать и делать все как можно лучше для того, чтобы это все отфункционировало. И все, собственно, были довольны. Первым делом, как я начну еще читать условия, я давайте покажу, что вам нужно сделать. Когда мы зашли сюда, в Mantle Journey, вкладку, вот я вам показывал, где она есть, на главной странице сайта Mantle. Вы дальше опускаетесь вниз и здесь минтите вот этот свой SBT Mantle Journey. Это очень важно. После того, как вы его сментили, вам нужно, конечно же, иметь на балансе какие-то токены Mantle для того, чтобы оплачивать комиссии. Там буквально копейки. Можно их скинуть как с биржи Bybit, так и с биржи Max, где доступен этот токен для покупки и для отправки в сети Mantle. Комиссии там тоже маленькие. Дальше вы минтите вот этот SBT. Это некое ваше участие, ваш допуск. После чего вы нажимаете войти в свой профиль, но вас может не впустить с первого раза. Для этого вы нажимаете отключить свой кошелек, подключаете кошелек заново, коннектите свой MetaMask, подтверждаете транзакцию. И после чего у вас будет все хорошо. Нажимаете войти в профиль и вы видите, сколько у вас уже очков, которые вы получили, точнее не очки, они здесь называются мили, которые вы заработали за предыдущие действия по проекту Mantle в тестовой сети в том числе. И можно сразу же получить дополнительные баллы, 100 баллов за подключение твиттера. Вот здесь вы нажимаете и подключаете. И также подключаете свой логин, прописываете и прописываете почту. Еще 20 мили вам дается. То есть за это вы получаете 120 мили. Все очки, которые у вас были до этого, это вы заработали в тестовой сети, за что, собственно, вот и первая благодарность от Mantle. Сколько это будет потом конвертировано на награду, мы пока что не знаем. Мы можем только догадываться, но, думаю, несколько сотен очков это уже неплохо и какая-то небольшая заявка на награду. Здесь можно увидеть вашу коллекцию, то, что вы заметили, Mantle Journal SBT. Он вот здесь есть и отображается. Дальше здесь, в принципе, именно отображение наших мили, что является самым таким важным для того, чтобы получить как можно больше airdrop в будущем. Дальше на главной странице мы можем увидеть, за что нам дают награды, как их зарабатывать. И давайте быстренько пробежимся. За транзакции в сети Mantle 10 миль. И еще вопрос, что если мы подключаем Twitter, то нам добавляются мили сразу. Но если мы делаем транзакции, делаем какие-то бриджи и другие задания, или же имеем там на балансе токены Mantle. Здесь, кстати, внесите и подключите свои токены к сети Mantle. И одна миля за 500 долларов в активах. То есть, может даже не очень выгодно держать или доллары, или тоже за 500 Mantle мы получаем одну милю. То есть, здесь как бы идет ограничение. То, что киты с большими капиталами не так могут сильно получить этих милей за холд токенов. Это, думаю, хорошее решение и правильно сделано. Вот. И эти все транзакции обновляются, соответственно, на следующий примерно день. Там по какому-то определенному времени. Возможно, мы затронем этот нюанс в инструкциях. Просто их очень много. И я подготовил все самое основное. И по самому основному пробежимся, чтобы тоже видео не получалось супер длинным. Поэтому сразу они не обновляются. Это вы понимаете. И, например, вот я сделал, вижу профиль у меня 70-30. Но я прогнал там какие-то транзакции, они меня еще там за час не обновили. Соответственно, они будут обновляться позже. Дальше. Что еще здесь важного? Прошлые вклады в тестнет можно получить 500 милей, так понимаю, максимум. И если кто их получил, то, собственно, молодцы. И как они распределяются? Здесь вот показано за вклад в тестовую сеть. Кто делал голосование на снэпшоте, кто делал бриджи, кто смарт-контракты. Соответственно, там создавал. Но кто проходил через Crew-3, там было множество заданий. И все там давалось инструкциям. Собственно, я это все проходил. И, видимо, получил довольно-таки неплохое количество миль. Возвращаемся снова-таки обратно. Выполняете задания в соцсетях. Это 100 миль за Twitter. Также нам говорится в одной из инструкций, что можно подключать, по-моему, Steam, GitHub и Discord. Но это позже. Пока что это недоступно. Здесь тоже, видите, еще некоторые квесты будут обновляться и добавляться. Есть часто задаваемые вопросы. Здесь как раз-таки мы можем увидеть. Вот то, что я вам пытался пояснить. Например, когда мои мили будут обновлены. И здесь у нас говорится, как только вы завершите действия и транзакции будут зарегистрированы в Mantle Explorer, ваш баланс миль будет обновлен к концу следующего дня. И вот такое время с перехода с 0.0 до 23.59 UTC. То есть это плюс 3 до киевского времени. И, соответственно, если баланс Mantle не обновился, этих миль, то нужно будет писать в канал Discord, чтобы они с этим попытались разобраться. Дальше, что у нас еще есть? Взаимодействие с проверенными протоколами. Эти проверенные протоколы нам даются тоже. Вот, в общем, главная ссылка будет вот эта. На инструкции я ее ставлю в описании. И идя уже по этой ссылке, вы будете находить все, в принципе, важные инструкции, важные информации. Давайте еще мы прочитаем здесь несколько абзацев. После месяца работы в основной сети Mantle Network мы приглашаем всех окунуться в Mantle Journey, программу с открытым доступом, основанную на производительности, предназначенную для исследования и индексации вашей деятельности, то есть то, что мы делали не просто так, говорится, в экосистеме, и справедливое распределение долгожданных стимулов между каждым участником. На начальном пилотном этапе альфа-сезоне все участники могут зарабатывать мили Mantle Journey, сокращенно MG Mills, и разблокировать многоуровневые награды из пулов вознаграждений в размере 20 миллионов токенов Mantle к концу сезона. Программа будет состоять из нескольких сезонов, каждый из которых продлится несколько месяцев. В каждом сезоне будут действовать динамические правила расчета мили и правила расчета вознаграждений. Логично, чем больше миль, тем лучше наши награды. Преимущества Mantle Journey. Здесь уже, в принципе, можете сами все почитать. Дальше у нас идет начало альфа-сезона. Началось оно 29 августа. И, кстати, кто одни из первых зайдут в Mantle Journey и сминтят вот эту SBT, также могут принять участие в розыгрыше. 500 тысяч токенов Mantle будет по 100 долларов на 5 тысяч победителей. Вот у нас об этом говорится. 5 тысяч пользователей. Это будет рандомно по хэшу транзакции. И также 20 тысяч пользователей, среди первых, которые зарегистрируют и создают MG SBT, смогут еще получить 20 тысяч слотов Citizen of Mantle из белого списка, то есть NFT, которые у нас находятся вот здесь. Я, в принципе, нахожусь в белом списке, поэтому вопрос хороший, будет ли мне какая-то дополнительная, допустим, NFT за то, что я здесь попаду одни из первых или нет, это вопрос уже риторический. Поэтому посмотрим по факту. У кого нет вайт-листа, то это для вас шанс в него в любом случае попасть. Это круто. Так, и продлится, собственно, эта компания. Это она дополнительная, собственно, компания. Это никак не относится к тем 20 миллионов Mantle, который распределяется по главному альфа-сезону и последующим сезонам. Здесь будет с 29 августа по 12 сентября. И после чего на протяжении 10 дней будет распределена, собственно, награды на наш, я так понимаю, кошелек, на который мы, собственно, минтили NFT. Чтобы участвовать в этом событии, обязательно нужно сминтить наш SBT, повторяюсь. Так, с этим разобрались. И возвращаемся сюда. А как будут считаться, собственно, награды за тестовую сеть? То есть все наши вклады в тестовую сеть до 7 июля. То есть если мы до этого делали действие, то все нам будет зачтено и отобразится в виде тех баллов, которые мы видим в своем профиле вот здесь. Касательно мили, в конце каждого сезона ваши общие мили Mantle Journey откроют многоуровневые награды, включая, помимо прочего, пул вознаграждений 20 миллионов. То есть, а также другие потенциальные стимулы, такие как редкие черты Citizen of Mantle NFT, которые мы видели в начале видео, я показывал вам на главной странице. Вот здесь NFT Whitelist и награды экосистемы, белый список для новых предметов и более об открытии этих наград будут сделаны дополнительно объявления. Пока что имеем то, что имеем. Хотя бы с этим успеть разобраться за пару часов. Я довольно-таки немало все читал, изучал, общался с людьми, чтобы изучить всю эту информацию. Так, дальше. За что мы получаем мили? Это важный элемент. И здесь еще есть инструкция. Начните с 5 первых шагов. Если кому-то будет непонятно, вы открываете вот эту навигацию по шагам. Вот она сейчас. Вот это навигация, так понимаю. Да. Вы просто коннектите кошелек. Здесь все по порядку. Потом вы минтите, собственно, вот свою или вначале минтите, а потом обязательно нужно будет перезайти, потому что у меня не отображалось. И после того, как я перезашел, все хорошо заработало. Дальше оплачиваете транзакцию. Чтобы ее оплатить, нужно иметь на балансе, соответственно, немного токенов Mantle. И вот вам приходит такое уведомление, что поздравляю, что вы сминтили вашу SBT. И что? И здесь вот в профиле добавляете свой логин, никнейм, что-то в этом роде, и почту. И, соответственно, зарабатываем уже больше милей. Чтобы зарабатывать мили, кажется, вот здесь все это отображается. Да. За что нам их дают, каким образом и так далее. Мы уже упоминали, что дают плюс один за 500 долларов, плюс один дают за 500 Mantle на балансе. Смысл это делать, не знаю, есть или нет. Также взаимодействие с проверенными протоколами. Я вот взаимодействовал с Fusion X. Давайте мы его откроем. И еще Agni. Буду делать тоже, скорее всего, позже. И здесь есть для каждого пункта ограничения по милям. Сколько можно получить. Здесь, например, 150 тысяч миль, здесь 2 тысячи миль и так далее. Здесь все, собственно, описывается. Также верификация в социальных сетях и ограничение 400 миль. И, видимо, как раз-таки будут распределяться на Twitter, Discord, Steam и GitHub. По 100 баллов на каждый. Но пока что только Twitter доступный. Fusion X. Что здесь можно сделать? Здесь мы нажимаем Enter App. Открываем, собственно, некий интерфейс, в котором можно поделать транзакции. Можно обменять на USDT. Можно также и нужно обменять на обернутые токены Mantle. После чего эти обернутые токены Mantle мы добавляем пул ликвидности. Вот у нас здесь находится, например, USDT, Mantle. Добавляем их какое-то количество. Я вот добавил. Завтра посмотрю, обновлятся ли мои баллы и сколько мне дадут. А также можно зайти во вкладку Earn и свои уже пару ликвидности. Здесь у вас будет стоять, допустим, единичка. Добавить также, ну, в некой степени застейкать. Вот я ее застейкал. Можно потом отстейкать. И вот, кстати, насчитывается вот такое количество. Там буквально за час 4 цента пришло. Вот. Так что это тоже стоит сделать, как проверенный протокол, который даст нам дополнительные мили. С этим тоже, думаю, понятно. Так. Ну и что еще? Настройка профиля, участие в управлении и так далее. Здесь все уже себе подробно читаете. Видео мое было, в принципе, ознакомительного характера. Так что в основном, думаю, все понятно. Понимаем, что есть награды. Хорошие награды. Кто сделал определенные действия заранее и может делать эти действия сейчас. Так или иначе, получит какую-то награду. Плюс дополнительное рандомное распределение вот этой награды для 5000 победителей. Плюс распределение вайт-листа для 20 тысяч человек. И все это происходит, в принципе, на вот этой странице, которая легко отслеживается. Так что, думаю, все описал, объяснил. Если было полезно это видео, ставьте лайки. Пишите свои вопросы. Пишите, сколько у вас миль заработано. Тоже интересно. Какие там у кого потолки. И сколько вообще можно иметь этих баллов. Потому что у меня, например, 730. Знаю, там у кого-то было 740. То есть, насколько это много или мало. Узнаем, в принципе, из ваших отзывов в комментариях. С вами был Дмитрий. Всем удачи и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok